Приветствую вас, мои дорогие жители города Мечты, на канале Плэйт Хоум. Мы с вами продолжаем прохождение игры Фаундэйшн, а вы посмотрите, что у нас с вами тут случилось. На предыдущей серии мы с вами разрешили постройку небольших жилых зон в этом лесном массиве. Как сразу же сюда приехали жители. Сначала приехал один, потом приехал второй, и сейчас еще молодая парочка пытается здесь тоже что-то построить. Но самое главное, соседи по правую сторону дороги не заставили себя долго ждать, прибежали и в буквальном смысле слова застолбили себе места для своих будущих домов. А это значит что? Правильно, здесь отличное место для жизни. Ни одному показалось, что все прозвучало, как реклама коттеджного поселка. Ну и пока мы ждем, когда достроится наша церковь, ребята, у меня к вам есть один важный вопрос. Многие пишут, Серега, когда ты начнешь строить рыболовные фермы, и когда ты займешься рыным промыслом? Ребята, а у меня его нету. Ближайшее, что нас с вами ждет, это ферма по пшенице, мельница, пекарни, ну и разведение овечек и получение шерсти. Рыбы нет. Поэтому, если вы знаете, как ее разблокировать и что для этого надо сделать, обязательно пишите в комментариях, я буду вам очень признателен и благодарен. На самом деле, я даже для этого уже все подготовил территорию. Ну, во всяком случае, я уже имею вид на эту территорию, да? Здесь мы сделаем постройку домов, а вот в этом месте у нас с вами будет происходить как раз-таки вся эта рыбная ловля. Поэтому помогите и подскажите в комментариях. Ну что ж, у нас с вами церковь построена, теперь ждем наших граждан. А, ну ты смотри, их не заставил долго ждать. Они, в принципе, сразу, как увидели, что она была закончена, сразу туда побежали. Ну, молодцы, и поздравляю вас с одной еще крутой постройкой. Только я вот не очень понимаю, почему они пытаются все время зайти через окно. Это же вроде церковь, тут как бы даже вход отдельный есть. Хм, странно. О, боже, сколько сегодня она сразу свалила. И самое главное, это, конечно, нам бесплатная новая территория. Шикарно, значит, сейчас мы этим вопросом и займемся. Какие мы территории с вами будем брать? Ну, во-первых, мы, наверное, с вами заберем вот этот кусок земли. Он нам необходим. Почему? Потому что мы здесь будем продолжать строить наш элитный райончик. Ну, и, естественно, сами дома. Ну, и далее я хотел бы заняться сегодня фермами. Ну, а на фермы я планирую заняться именно вот в этом месте. Так, значит, как мы это будем ставить? Предположим, если мы забираем этот кусок земли, здесь мы сделаем небольшой поселок, здесь поставим пару ферм, и здесь у нас с вами будет все остальное уделано полями. В принципе, неплохой вариант. Давайте, наверное, так и сделаем. Да. Только единственный есть у нас нюанс. У нас с вами не закончен мост. Он находится сейчас у нас в режиме паузы. Так, ну, открываем. И продолжаем. И также ставим на него максимальный приоритет. Также хотел бы еще сделать вот что. У нас потребуется еще один склад. Сколько у нас стоит? 50 золотых. Мы его разместим, наверное, как-нибудь вот здесь, прямо недалеко от моста. Здесь у нас будет склад и ягод как раз-таки, и, наверное, еще и пшена сделаем. Вот. И давайте еще сделаем одну хижину собирателя и разместим ее прямо вот тут. Здесь, тем более, у нас достаточно большой райончик, и отлично здесь все будет дело смотреться. Смотри, а у нас действительно не появилась рыболовная ферма. Да, вообще, есть все что угодно, но ее пока нема. Да, жалко. Значит, действительно, для этого надо что-то сделать. Либо, может быть, скачать. В общем, подскажите, ребят. Пока там у нас достраивают все основные постройки, хочу заняться небольшим декором. Нам потребуется для этого заборчик. Он у нас стоит 5 золотых, кстати. И вот этот рудник, где у нас идет добыча камня. Давайте мы его как-нибудь сейчас попробуем огородить. Да? Как бы он не совсем красиво смотрится прямо в центре города. И он тут такой небезопасный. Так, хотя бы, чтобы туда люди не захотели. Хотя я знаю, что они туда не могут попасть. Вот так вот. Хотя и забор-то, наверное, их не остановят. В принципе. По-моему, смотрится отлично, да? Да. Так, где у нас еще были вагоны? Все-таки они таскают тяжести. Я думаю, что наш вагонный магнат не будет против, если мы парочку телег разместим этим бравым ребятам. Вот так вот. Вообще, конечно, можно попробовать поставить декоративное дерево, но я думаю, оно здесь будет неактуальным. Кстати, если хотите, можете написать в комментариях, стоит ли ставить здесь деревья. Хотя, мне кажется, реально, они здесь будут немножечко лишние. Вот вагон, наверное, еще бы я один поставил где-нибудь вот здесь. Наверное, вот так ее развернем. Совсем ровно, чтобы она стояла, да? Так, дальше у нас еще есть с вами появились декоративные деревья, так, дорожный знак. Это крутая штука. Значит, как и где мы их будем расставлять? Во-первых, давайте, наверное, сделаем вот таким вот образом. Один знак, да? Типа, один показывает, что у нас будет с той стороны какой-то непонятный город, типа выход. И там церковь, да? Вот так вот мы его поставим. И еще сделаем один дорожный знак, наверное. Так, как мне это поставить? Вот тут, наверное. Хотя нет, здесь он, наверное, уже будет не нужен, но с другой стороны. Блин, не знаю. Реально не знаю. Не, не будем здесь его ставить. Да, здесь мы его пока временно ставить не будем. Зато вот здесь разместим. Здесь у нас поворот будет та... А, вот так мы сделаем его, да. Деревня туда, а это туда. Значит, дальше, что у нас где еще есть? Прямо в центре, наверное, мы давайте поставим. Выход на город. Значок будет. Здесь оно не имеет смысла, он не нужен, наверное. Далее, внизу смотрим. Ну, однозначно надо поставить его. Вот так вот. Вот дорожка разветвления краски, они сверху спускаются и знают, что сюда, если что идет одно ответвление, туда идет другое. Правильно оно стоит? Правильно. Еще где можно поставить? Ну, здесь, наверное, уже нет смысла. Хотя вот здесь есть смысл, наверное, поставить будет еще один знак. Вот так вот. Как раз таки в проплешне выпьем. Далее, на повороте. Давайте поставим здесь еще один значок. Туда одна деревня, туда другая. Далее. Далее, 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 далее. Давайте, наверное, поставим еще один вот тут знак. Как раз таки поворот на... А, у нас поворот на деревне вот здесь идет, сори. Туда вот так его разместим. Во. Шикарно. Ну, а туда пока дальше нет смысла ничего тянуть, потому что у нас там еще ничего нет. Кстати, точно, вы мне подсказали про запретные земли. Давайте мы их прочертим вот здесь. Чтобы наши жители не ходили прямо по самому склону. И мы это все дело здесь зарисуем. Вот таким вот образом. Отлично. Вот этот склон я, наверное, не буду зачеркивать. По одной простой причине, что если я сейчас зарисую здесь красную полосу, они будут походить и обходить вокруг. И просто потеряется уже смысл этой тропинки. И будет уже некрасиво. Ну, а сами знаете, мне главное, чтобы было красота здесь. Поэтому оставим все как есть. И если что, потом уже будем переделывать. Хотя, я думаю, нам этого не придется делать. Кстати, чуть не забыл. Чуть не забыл совсем про жилую зону. Мы же с вами хотели продлить наш элитный райончик. Поэтому давайте сделаем это вот в этом месте. Так, наверное, вот эти деревья мы трогать не будем. Мы их прямо так оставим, чтобы они внутри находились. Ну, а дома уже строите вокруг. Знаешь, бывает, идешь по улице, встречаешь какой-нибудь магазин. Да, внутри него или около козырка. Прямо-таки все построено. То есть, деревья никто не срубает и никто их не трогает. То есть, они становятся частью прямо-таки самой постройки. Это прикольно. Вот у нас должно быть то же самое. О, у нас как раз какие задания были. Только что тогда загорелось и пропало. О, отлично. Слушай, ну тут, конечно, развитие идет полным ходом. Прямо молотки строят и строят. Расширяются и расширяются. Ну что ж, настало время ферм. Надо как-то понять, как мы будем с вами строить. На самом деле, есть примерно понимание. То есть, еще разочек. Мы здесь с вами сделаем небольшое поселение. Поставим две фермы. Ну и пока на время сделаем, предположим, два поля. Да? Давайте сделаем их, предположим, вот таким вот образом. Пока их нарисуем грубо. А потом их уже подровняем с помощью нашего маркера. Так, я хочу, чтобы они были идеально ровными. По одной простой причине. Ну, как идеально ровными? Максимально, как я их могу нарисовать, да? Потому что я хочу их там оградить заборчиками. Ровненькими, красивенькими. Так, ну вот так делаем примерно. И здесь давай-ка, наверное, срежем вот посюда. Во. Первое поле готово. И примерно то же самое надо сделать и нам с правой стороны. Рисуем на максимум. Вот так вот и зачирикаем это все дело. И теперь ровняем. Так, у нас получается вот посюда у нас идет, да. Значит, вот так это все дело вырезаем. Отлично. Только здесь, наверное, расстояние побольше сделаем. Чуть-чуть вот так вот. Здесь у нас будет дорожка. Ой, слушай, она же мельница еще будет. Давай мы сделаем так, что мельница будет между полями. Поля мы будем продлевать туда, туда, куда-нибудь. Может, еще альтернативную сделаем ферму. Ну, пока вот направление будет вот это. А ферма, а как раз к мельницу сделаем между полями. По-моему, будет отлично смотреться. Блин, немножко закосярил. Во, вот так будет, мне кажется, отлично. Так, где наше поле? Наша поле. Ой, не поле, а ферма. Так, еще разочек. Значит, у нас она находится вот здесь. Получается, ферму ставим в этом месте, да. Так, ферма. Вот, иди сюда, роднуля. Так, а как мы тебя поставим-то, а? Давай-ка мы тебя поставим вот таким вот образом. Так, блин, еще раз квадрат потерял. Примерно ориентир. Вот здесь у нас получается, да? Угу. И ставим, значит, вот сюда. Отлично. Потом сбоку установим еще одну ферму. Насколько я понял, в ферме по три человека работает. Между ними мы поставим две мельницы. И как раз-таки у нас здесь будет выход и к траве, ой, господи, к траве, к ягодам, и к камням, к этим маленьким. И, если что, в гору можем, будем спокойно подниматься. Скорее всего, даже там мы так и сделаем. Вот здесь будет тропинка идти, прямо на самую возвышенность. Да. А это пока будет не такая, не северо-большая, но такая компактненькая ферма. Если что, мы, кстати, еще вот эти поля тоже заберем. В принципе, всю эту территорию, весь этот полуостров будем давать под пшеницу нашу. А сами овечки мы будем разводить уже вот где-то с этой стороны. То есть, я не хочу, чтобы они были где-то рядом и вместе с собой как-то взаимодействовали. Абсолютно две разные структуры у нас. Может быть, и красиво посмотрелось, если бы они там, предположим, находились рядом. Да, все-таки поля, ферма, все такое. Но, мне кажется, будет как раз-таки круто, когда они будут разделены. Ну, с другой стороны, сделаем и посмотрим. Вот и первый дорожный знак нас поставили. Слушай, смотрится прикольно. Жалко, никаких табличек нету, ничего остального, но, в принципе, окей. Наши прихожане все равно ходят как-то очень странно. Я не понимаю, как они так ходят, почему они так ходят. И это вообще что-то дикое какое-то. Они почему-то идут именно к окну. Хотя там нету ни дверей, ни выходов, ничего. Странно прямо. Также давайте не будем забывать про жилые зоны, недалеко от наших ферм. И, как и планировали, будем где-то располагать вот в этом месте. Вот такое здесь сделаем небольшое поселение для тех, кто будет работать и жить рядышком. По-моему, будет отлично. Единственное, что можно, наверное, даже здесь, может, сквозняком сделать. Так, слушай, не, ну давай, хотя вот так, наверное, сделаем. Вот до сюда доведем. Там пару деревьев, в США они все равно их будут обходить. Подъехали деньжата. Давайте сразу поставим еще одну ферму. Прямо вот здесь. Так, как и планировали. Отлично. Слушай, а знаешь, как можно сейчас сделать? Ну, пока что. Так, что там надо вам рыбу? У меня пока рыбы нету. Мне еще никто ничего не подсказал. Так, вот здесь мы с вами поставим еще одну палатку временную. Для чего? Для того, чтобы мы здесь будем продавать хлеб. И еще одну такую мы с вами поставим вот здесь рядышком. Прямо около элитного района. Слушай, ну, прихожан, конечно, много ходит в церковь. Прямо очень много. Кстати, напишите в комментарии, ребята, вы верующие или нет? Вообще ходите в церковь? Лично я последний раз там был, ну, настолько давно, что даже себе представить не можете. В принципе, как и я. Отлично. Наши фермы построены. Ну, и что ж, давайте теперь назначать сюда наших сотрудников. На максимум. У нас как раз-таки очень много еще свободных ребят. И останутся у нас для пекарни. А, слушай, у нас никого не останется. У нас товарищ один только остался. А что случилось у нас? А у нас я эмиграцию отменил. Ничего страшного, подключаем ее заново. Кстати, смотри, как они, получается, начали ходить. Вот здесь, да? Тропинку вытоптали. Так, чуть-чуть. Но, в принципе, единственное, что вот здесь что-то не совсем у нас получилось. Здесь, смотри, они немножечко ее все-таки зашли. Зашли на боковину. Вот так вот корректируем. Пошли первые посевы. Что они тут сажают? Пшеницу какую-то, да? Хотя, если честно, тут мелькает, как будто бы какая-то куруза лежит. Наверное, потому что я люблю кукурузу, поэтому я ее взею и вижу. Кстати, за кукурузу, ребят, кто не в курсе, возьмите почата какой-нибудь, купите молоденький, да? Хотя, абсолютно не имеет такого значения, да? Поливайте слегка по солнечным маслам, посолите и на мангал прям на решеточку. Пускай обжаривают. Боже, ребята, и такой взрыв мозга будет. Это просто вкуснятина. Вообще невероятная. Делается очень просто, и вы реально кайфанете. У нас эти с вами еще есть, точнее, уже построились лавки, поэтому давайте выбираем продукцию, булочку и назначаем сюда товарищам. Пока что одного. Ну, а как появится еще один свободный житель, мы его назначим как раз-таки в наш элитный район. Хотя я прекрасно понимаю, что им даже продавать еще нечего. Но так, чтобы мы об этом даже не думали. Ты смотри, как у нас она взошла. Даже уже пошли первые сборы. Серьезно? Ох, ну нифига себе. Прямо в дверь выходишь, и обычно такие приколы есть в интернете, да? Когда открываешь дверь, и там снега тебе прям по самую ручку. А тут, бас, короче, у тебя шина так же вылезла. Обидно, что здесь, конечно, такая дорожка забаговалась. Видите, она прямо насквозь здание проходит. Ну, вот это обидно, да, действительно. Ну, ладно. Хотя, что, ладно. Мы, знаешь, как сейчас сделаем? Мы возьмем красную зону и прямо вот здесь ее поставим сейчас. А, нет, они-то не смогут внутрь заходить, да, получается? Да, ладно, не буду тринусовать. Ну, что ж, начальные фермы у нас с вами стоят, они работают более чем нормально. Осталось там только дождаться, когда появятся деньжаты, и мы с вами построим мельницу. Тот самый момент пришел строить мельницу. Не знаю, здесь ее ставят, там с вами прямо между полями, полей точнее, да? Или где-то здесь, около леса ее. Ну, конечно, около леса она не будет смотреться, тем более там у нас будут строиться дома. Давайте здесь около полей ее поставим. Тем более, если мы поставим ее вот таким вот образом, здесь она даже не будет мешать. Получится здесь будет тропинка и выход ко второй мельнице. Как вариант, кстати. Но, естественно, будет плюс дорожка наверх туда, как мы и договаривались. Так, ну, давай тогда мы ее вот так сейчас здесь и поставим. Кстати, пока они тут все не собрали, давайте сделаем небольшой декорчик. Мы поставим здесь вот им тележку раз. У этих товарищей, наверное, поставим где-нибудь вот здесь, в этом месте. Также нам потребуется, наверное, еще некое количество наших подсолнухов. Хотя они здесь не особо будут смотреться. Ну, так, чисто для декора небольшого. Вот таким вот образом мы это все поставим. Все-таки ферма, да? Отлично. И теперь самое важное, это у нас будут заборы. Да, они, конечно, еще зараза дорогие, но, блин, тут безвыходная ситуация. Поэтому придется. Мы сделаем вот таким вот образом. Раз. Вот так вот сделаем. Два. Чуть-чуть у нас вылезает, ничего страшного. Три. И закрываем последний заборчик вот так вот. А здесь у них, конечно же, будет проход. Ну, и, конечно, самое главное, это нам будет надо теперь отделить, так как у нас с вами есть желтая зона, как раз-таки, по которой мы с вами все это дело чертили. Попробуем как-то это все дело убрать. Ну-ка, сейчас посмотрим. Прямо пока-нибудь, куда у нас она идет. Ты смотри. Так, где у нас забор? Где у нас забор? Сейчас посмотрим. Так, забор. Вот он у нас. Получается, прям в упор его надо будет ставить. Ну, да. Дорогое, кстати, будет удовольствие. По факту, если. Ну, пока сделаем, сколько есть, а потом уже продлим, если что. Здесь мы пропускаем. И вот так делаем. А, дальше уже не хватает золота. Понятно. Но, с другой стороны, начало положили, и отлично. Вот такой еще кустик, наверное, декоративный здесь поставим для красоты. Отлично. Первая мельница готова. Сколько сейчас человек влезает? Один. Черт. Ну, нам надо дождать новое пополнение новых людей. И тогда уже начнем полноценное производство муки. Ну, и там уже и пекарни не за горами. Пока можно попробовать немножко еще забор втыкать, если получится. Вот сюда. Сюда. И вот так далее. А, и кончаются монеты. Ну, ты смотри. Ой, они-то... А, это не монеты, это топоры у нас, инструменты. Ну, сейчас закупим, привезут. Конечно, хреновасто, что все это очень близко, в упор. Но, с другой стороны, в принципе, ладно, ничего страшного. Все равно смотрится прикольно. Блин, всегда вспоминаю про колодец, но почему-то он резко вылетает у нас с головы, и я отвлекаюсь на другие дела. Давайте мы поставим еще один колодец вот в этом месте. Там же нам еще будет вода требоваться для производства хлеба нашего, да? Ну, я не знаю насчет пекарни, как и где ее ставить. Пока склоняюсь к тому, что, наверное, наверху, вот здесь, вот в этом месте. Давайте мы ее сейчас достанем, посмотрим, где у нас находится пекарня. Вот. Значит, получается, мы ее ставим вот таким вот образом. Хотя нарисовано, что у нее вход вот здесь. Здесь даже у нее табличка висит, дверь есть, бочка стоит и прилавок с булкой. Но некрасиво это смотрится. Вот отсюда намного симпатичнее, да? И люди будут проходить, они будут видеть прямо, как готовят хлеб. И, соответственно, будут видеть и чуят свежий аромат. Это будет чертовски классно. Ну, как мне кажется. Поэтому, наверное, мы будем его ставить в разворот. Я все-таки психанул и решил расширить немножечко этот забор. Чуть-чуть убрал поле. Зато они теперь стали хоть ходить комфортно, ни через дом, ни через поля. По-моему, круто получается. Вот прямо ферма, ферма натуральная. Осталось только еще подхватить немножко ресурсов, ну, конкретно инструментов и доделать то поле. Ну, что ж, давайте теперь, наверное, еще один заборчик попробуем проложить здесь, да? Для того, чтобы совсем уже кантовать нашу ферму. И было все ясно здесь и понятно. Так, ну, здесь мы до конца добиваем. И что не хватает? А, инструменты. Так, что я правильно там закрываю? Слушай, ну, в принципе, да. Они как раз кимулим заходят здесь. Здесь даже нам особо мешать ничего не будет. Смотри, как классно смотрится, в принципе, весь наш город. Все разделено по секциям. Все занимаются своим делом. Никто никому не мешает. Те, кто отдыхают, те отдыхают. Кто работает, тот работает. Блин, чертовски классно. Единственное, насчет овечек. Все-таки, да, наверное, овечек мы с вами будем выводить уже куда-то вот в эту сторону. Здесь вода рядом. Конечно, мы не сможем никак ее здесь использовать. Но сам факт, что здесь, мне кажется, это будет все смотреться очень и очень круто. Знаешь, что еще давай сделаем? Давай еще немножко украсим наш город, наш элитный район. Естественно, нет смысла никакие там ставить. Так, декоративный куст. Вот он. Нет никакого смысла ставить всякие тележки. Мы просто их украсим небольшим количеством таких разнообразных кустиков, чтобы им якобы тут было повеселее, да и просто покрасивее и повеселее. Скажем это даже вот так. Вот так вот. Отлично, да? Так, куда нам бы еще пару цветов воткнуть? Ну, наверное, помните, вот здесь левой клумбой воткнем вот такую. Во. Можно даже делать цветы около наших прилавков вот таким вот образом. А что, нет, кстати, почему? По-моему, даже очень неплохо смотрится. Так. Ну, где-нибудь тут еще поставим. Здесь воткнем. Ну, и здесь где-нибудь тоже на углу вот таким вот образом. Он прямо оживает. Он прямо город немножечко оживает такими мелочами и, в принципе, становится намного-намного симпатичнее. И вот сюда еще возьмем. Все, шикарно. О, ты смотри, как прикольно получилось у нас. Все, мы полностью кантовали это все дело забором. Дороговато. Немножечко, наверное, даже бессомысленно. Но, в принципе, красиво. А это, черт подери, важно. Ладно, давайте на этом серии мы с вами сегодня закончим. Сегодня так достаточно много всего сделали. Плотненько так понавтыкали. Единственный момент только по поводу пекарни. Я ее принципиально пока не хочу ставить. Я дождусь вашего мнения. Что думаете, как и куда нам ее поставить? В принципе, тут на выбор два варианта. Мы ее можем попробовать поставить где-нибудь вот здесь около моста. В принципе, около нашего жилого городка. Это раз. И она будет, в принципе, доставлять и сюда продукты сразу же, и на склады. И, кстати, и склад можно здесь будет сбоку поставить чисто для булки. Да, либо здесь ее уместить, как мы с вами и думали. Хотя, если честно... Так, пекарни. Ну-ка, давайте попробуем посмотреть еще разочек. Значит, как она будет выглядеть у нас вот здесь. Вот таким вот образом. Это у нас, получается, цифра один. В комментариях пишите. И цифра два. Если вы хотите, чтобы мы ее поставили, предположим, где-нибудь вот здесь, около водички. Мы здесь сделаем еще сбоку какой-нибудь колодец. И поставим склад сбоку исключительно для того, чтобы складировать исключительно булку. Это цифра два. Других вариантов я, в принципе, пока не вижу. И если даже мы их увидим, они будут, наверное, как-то слегка вместить и некомфортно находиться с другими постройками. А это чертовски плохо. Поэтому цифра один или два в комментариях пишите. Но от этого будет зависеть уже, как и где мы что поставим. А сейчас я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам понравилось. Ну, мне эта серия прям понравилась. Мы сегодня много чего-то сделали. Да. И вы посмотрите, как наш город развивается. Офигенно. Все. Втыкаем лайк. Пишем комментарии. Я с вами прощаюсь. Всех люблю. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok